вчера друзья мне не удалось в общем полить и я думал что приеду и сегодня полью но у нас прошел дождь температура упала до 16 градусов в общем смотрите я по навозил много всякого разного подстилочного материала из-под животных курей там кроликов и так далее вот его достаточно много я высыпал здесь кучу целую раскидал под смородиной забил эту синюю бочку доверху 200 литровую и под томаты внес и еще у меня там в тележке и в этом в мешке полиэтиленом находится ну соответственно я вчера вечером не поливал вот думал сегодня приеду буду поливать оказывается не надо прошел очень хороший дождик даже здесь все по заливала вот надеюсь что сейчас отрастет трава тронется в рост картофель я вчера тоже смотрел в общем там уже довольно-таки сухо нужно было полить вот ну и раз такое счастье всю ночь практически шел дождик в общем здесь меня спросили насчет как я вообще делаю свои вот эти вот высокие грядки что я делаю в первую очередь я уже говорил но еще раз повторюсь в общем я использую все возможное чтобы изменить качество почвы на своем участке перед тем как установить эти короба они мне здесь приблизительно где-то 70 сантиметров где-то такой вот высоты те чуть повыше наверно вот ну это за счет того что я сюда наносил земли и засыпал в общем перед тем как установить эти короба я выкапывал траншею и у меня сюда пошли все те туи которые находились вот в той части стволы длинные стволы еще спиливалось дерево и в общем вся крупная древесина она лежит под каждой грядкой грядкой да везде даже здесь вот можете увидеть убедиться что вот этот бугорок это как раз таки есть то место где закопано всякое разное в общем всякие разные такой крупный мусор потом уже когда я устанавливаю сверху короба начинаю опять же начинаю с веток но уже меньше у меня поменьше остается размерами все это идет вниз потом начинается солома опилки картон песок каменная мука виде гранул или там порошок вот я вчера остатки раскидал идет вот такой нам навоз вместе с сеном идет мешковая земля идут удобрения в общем я использую весь мусор который есть на этом верхнюю уже 20 сантиметров условия даже у меня меньше получается это уже грунт мешковой вот в которой я уже высаживаю растение вот вот получается что я передвигал грядки не помню из этой грядки выбирал или не выбирал наверное я кажется выбирал да точно выбирал я переносил в другую вот и получается что сюда у меня пошла уже другая земля и она также перемешивалась листвой листвы здесь у нас феррай не достаточно получается там у нас три клёна остроконечный вот из этих трех клёнов я собираю листву и вношу ее тоже в эти грядки и это преспокойно она там разлагается выделяет тепло но жары в ней особо не создается это если только большую допустим большую большой объем на вот это внести она потом как биотопливо работает но она греет все равно нужно допустим это вносить довольно-таки низ ниже чем допустим растут растения вот ну для огурцов я обычно использую пофигу я даже могу вот сверху накидал вот и они очень себя прекрасно чувствует вот стабильная температура в ней если сейчас допустим 16 градусов поверхность почвы тоже может из-за холодного дождя вот опуститься на несколько градусов то высокой грядки стабильно где-то наверное на глубине 30 сантиметров там создается атмосферы температура 22 градуса и даже когда уже осень и опускается ночные температур до 10 градусов да там все равно сохраняется высокая температура ну вот практически до самой зимы и также рано весной она когда прогревается она быстрее прогревается и сохраняет тепло и это дает хороший урожай в теплице приблизительно и делал то же самое только здесь нету высоких грядок да здесь есть вот подняты затяжки с той стороны еще нет вот уже стоят затяжки здесь тоже постоянно вносится какая-то солома сена и также выкоп это выкопа выкопаны траншеи в эти траншеи там я вносил всякие разные палки вот и вот это вот сверху этот мультирующий материал который сохраняет влагу он еще и разлагается каждый год у меня здесь тоже очень хорошая земля получилось я могу копать рукой очень очень мягкая вот мне такой способ понравился и в общем все растишки они отзываются именно на этот если я пытаюсь сажать просто в грунте вот то не получается таких результатов вот первый год я здесь сажая томаты до этого у меня были просто киев сидера то я сажал вот но томаты еще более-менее себя здесь чувствуют ну конечно они не такие допустим как вот в тепличке или в той стороне и также не очень все хорошо и перцы чувствует тем более что они здесь постоянно подвергается атаки каких-то не знаю грызунов там вредители они мне короче продырявили найти он все в дырках вот как будто прогрызли вот и соответственно я даже если вносил сюда солому и покрывал мультирующим материалом который тоже потом он разлагается превращается в труху его можно перекопать не все то все равно здесь почва она намного хуже и поэтому здесь я тоже хочу поставить как типа короб но только невысокий ну вот ограничивающие есть чтобы можно было и там от заборчика тоже и чтобы можно было туда вносить вот эту вот мучу и чтобы там короче было почва хорошие вот в принципе вот так же как и допустим здесь нужно для вересковых кислая почва я здесь буду убирать все заново все переделывать и вносить кислую почву и пытаться ограничить там где растет жимолость вот это остальное почву потому что не хватает на кислой но та которая кислая почва это которая в основном у нас находится в хвойных лесах да вот вот огурчик уже можно будет снимать а то он там среди этих застрянет но это вечером сейчас не хочу вот ковыряться вечером буду смотреть вот немножко простым вот вчера тоже сюда вносил это тоже она перегниет 8 мне вот этот крошка она конечно толстым слоем насыпанная нам ноги забирает на себя всяких питательных веществ азота чтобы разложиться